я посмотрел на ю тубе ролики и подах классик 160 гигабайт в общем то все в основном сводится к тому что ой какая няшная штучка ой а я не знаю как здесь нажимать ой-ой-ой-ой-ой одни короче говоря я конечно не буду рассказывать технических характеристиках они тем кому интересно известны кто заинтересуется он спокойно найдет на сайте apple или еще на других ресурсах там все расписано я решил немножко рассказать об опыте эксплуатации я думаю это будет интересно тем более что когда я его хотел покупать вот как раз меня больше всего эта информация интересовала значит во первых самое главное это то что в нем есть инчестер это накладывает некоторые особенности использования этого плеера в том плане что с ним нужно обращаться очень осторожно желательно не ронять не ударять соответственно при подключении к компьютеру и при загрузке песен точнее после загрузки песен нужно его вынимать не просто вытаскивать штекер ну это инструкция написано не знаю есть люди наверное которые достаточно много их которые инструкции не читают я все знаю и тому подобное то есть здесь есть такой нюанс что с ним надо обращаться с ним плеером как с внешним винчестером то есть отключать соответствующей кнопкой которая есть в итюнсе которым немножко дальше расскажу и дожидаться пока отработает программа самом плеере будет написано можно вынимать тогда собственно говоря можно это делать я когда вот уже его купил нашел форум которым масса проблем народ жалуется что вот у меня не чести она работает короче говоря посвящен форму основным проблемам и замене винчестера я надеюсь что у меня до этого не дойдет во всяком случае ближайшие несколько лет потому что аккуратно обращаясь с техникой стараясь тем более уже знаю об о каких особенностях айпода я буду вдвойне аккуратен так вот собственно что я хотел рассказать во-первых накладывается такой нюанс как айтюнс сначала меня это несколько пугало потому что точнее с айтюнсом я уже имел дело в связи с тем что у меня айпад и когда его купил мне нужно было активировать тогда еще это надо было делать с помощью айтюнса при подключении компьютеру я накачал программы и тому подобное эти времена давно уже прошли это обновляется и собственно и iphone обновляется и активируется уже без подключения к компьютеру собственно говоря и без айтюнса хотя с айтюнсом не пришлось столкнуться в плане загрузки мелодий звуков для телефона ну и поигрался разобрался даже какое-то маленькое видео снял и забыл об этом вот что касается айпода то для него айтюнс просто необходим еще один такой важный момент что воспроизводит он формат mp3 из таких распространенных ну и свой м4 пол называется ну короче говоря я не пользуюсь поэтому я не вникал у меня в достаточно многом музыки формате mp3 и флаг вот пришлось как раз искать эту музыку обратно в mp3 с битрейтом 320 самым лучшим и перекачивать и загружать соответственно на и потом не загружен под завязку то есть у него конечно реальная емкость 148 гигабайт они 160 вот и он меня загружен на сто сорок семь гигабайт то есть в нем музыки 16 около 16 тысяч композиций многие могут удивиться как это можно вообще прослушать это прикидывал достаточно долго действительно это количество музыки надо прослушать но я люблю слушать музыку таким образом что всю фонотеку желательно большую часть любимую и слушать ее случайно воспроизведение и поэтому хочется максимально разнообразить это прослушивание поэтому я собственно говоря на нем не остановил свой взгляд потому что объем максимальный на сегодняшний день во всяком случае из неизвестных так значит надо немножко разнообразить я сейчас включу его чтобы было видно хоть что-то почему здесь еще рядом с ним находится плеер к вон d2 потому что это мой предыдущий плеер емкостью 8 гигабайт встроенной и долгое время я пользовался двумя карточками sd него есть возможность расширять память с помощью карточки sd по 16 гигабайт соответственно получается 16 плюс 8 в 24 гигабайта но достаточно много долгое время было причем он воспроизводит флаг вот такой интересный момент него сенсорный дисплей очень удобно будет было пользоваться и самое главное то что в нем нету никаких движущихся движущихся частей поэтому он не боится каких-то ударов падений вот такой нюанс которым я рассказывал раньше слушая с помощью наушников санхайзер пx100 вторая их реинкарнация не отличается провод выходит из одного динамика и я слушаю еще с помощью наушников эггэ к 420 но у меня там случился конфуз и оторвался штекер вот этом месте переломался я грешил кстати говоря на плеер что меня сначала исподвигло на покупку кого-то новое думал что уже разъем что я достаточно часто вытаскивал вставляла оказалось что это наушники виноваты я вот пока что они зависли я найду штекер его придется переделать будет у меня двое наушников они отличаются по звучанию но кстати вот по поводу еще такой нюанс качество звучания плеера кавона очень хорошие его все хвалят ну знающие люди скажем так и люди которые пользовались в том числе и я у него есть один нюанс у него есть масса эквалайзеров улучшалок звука и тому подобное так вот с помощью эквалайзера мне приходилось настраивать какой-то звук который бы меня устраивал если выставить эквалайзер в ровную линию и то есть отключить по сути в ноль и отключить все улучшалки звук достаточно плосковатый но есть такая возможность подстроить под свой вкус что касается айпода я вот сначала когда загрузил какое-то количество песен и стал слушать но я на радостях настроил эквалайзер в режим рок то есть подняты высокие низкие и звук мне не понравился и несколько даже расстроился какие-то перегрузы и тому подобное но потом я так подумал что может быть это стоит все таки отключить и поставил эквалайзер в ноль и случилось чудо звук мне настолько понравился он он хороший он приятный не утомляет вот это главное на мой взгляд качество плеера и соответственно его озвучание чтобы он не утомлял и приносил удовольствие а не напрягал такой нюанс еще есть что эквалайзер здесь только с настройками своими внутренними то есть настроить вручную возможности нет но в результате тех слов которые сказал это и не нужно собственно говоря эквалайзер не нужен то есть если хорошо записанная качественная композиция она звучит на нем прекрасно вот в двух словах если что-нибудь еще вспомню туда запишу еще один такой момент маленький нюанс плеер в корпусе всем известном задняя часть полированная нержавейка или сталь верхняя часть это алюминиевый алюминиевый фасад фасад фронтальная часть корпуса вот и она очень дико царапается поэтому я когда вот заказал плеер я сразу заказал себе такой вот чехольчик он состоит из двух частей его производитель гриффин технологии вот он хорош тем что во первых он защищает полностью весь корпус во вторых открыто колесо управление а экранчик закрыт на всяких там случайных ударов и тому подобное и есть доступ к разъему интерфейсному к наушникам и кнопки блокировки которые вообще не пользуюсь вот я специально сразу не снимал видео я попользовался этим плеером где-то около месяца для того чтобы было какое-то реальное впечатление не так открыл неизвестно что за что хвататься на что нажимать для меня это было первое и первый опыт пользования айподом никаких друзей ни у кого не было поэтому у меня первый вот так вот есть такие нюансы первый нюанс это то что вот длительность использования в связи с тем что там есть винчестер это многих пугает что он будет мало работать быстро садится вот мой кавон работал бесконечно долго у него там дикий какой-то аккумулятор я уже даже не помню какая у него емкость но я его заряжал крайне редко с айподом были какие-то сомнения в том плане все таки винчестер но реально я вот его зарядил первый раз я с ним проходил две с половиной недели по два часа около двух часов может быть больше может быть меньше каждый день с меркой специфика еду на работу и возвращаясь около час то есть два часа в день его хватило на полторы недели сколько-то по времени потому что включаешь выключать наверно все-таки тоже нюанс такой который ссадит батареи с сравнение непрерывное воспроизведение потому что производитель заявил о 40 часах непрерывного воспроизведения соответственно у меня по идее должно было быть если разделить на два 20 дней 20 дней это несколько больше чем я пользовался ну вот я грешу на то что его включая выключаю поэтому используя сел аккумулятор быстрее во первых вторых это была первая зарядка поэтому это не совсем показательная думаю он еще немножко раскачается так и вот нюанс по поводу этого колеса управления для меня это было тоже вновь на улице на морозе вот это вот колесо управления но здесь дома прекрасно работает на улице приходилось несколько раз регулировать громкость и она не сразу срабатывает не знаю на что связи чем то ли с морозом то ли возможно пальцы замерзает становится кожа твердой и поэтому не так хорошо срабатывает сенсор но интересная штука у меня кстати пришла такая в голову мысль если бы apple сделала подобного объема плеер с сенсорным дисплеем вот как у них ipod touch есть но с емкостью вот скажем 160 гигабайт и больше и приблизительно хотя бы я понимаю что твердотельная память дороже с такой же емкостью памяти за приблизительно ту же цену это был бы наверное идеальный плеер потому что этот нюанс этим колесом немножко напрягался с одной стороны с другой стороны моя модель использования его включил за сумму в карман и час иду слушаю то есть я не переключаю я уже говорил то есть я включаю вся фонотека вся медиатека крутится в режиме случайного воспроизведения поэтому я с этим не то что смирился наверное может быть и не надо это наверно существенно дорожает во первых экран большой во вторых сенсор на этот экран в третьих твердотельная память но скажем так для меня это был бы идеальный плеер p3 плеер если бы он обладал такими характеристиками ну надежда возможно когда-нибудь такое будет а может и нет не всем я наверное все таки исключение в том плане что не всем нужны такие большие объемы достаточно довольствовать многие люди 8 гигабайтами или там 16 но максимум 64 я кстати говоря вот когда покупал телефон я задумался может быть купить 64 гигабайт на версии пользоваться телефона в плане прослушивания но во первых цена разница в была между 16 гигабайтами которые купила 64 была стоимость этого плеера я думаю все таки плеер это лучше во первых во вторых он заточен на прослушивание музыки думаю все таки он звучит гораздо лучше чем телефон у меня была возможность сравнить и все таки есть разница у плеера в лучшую сторону ну и объем конечно он решает для меня вот спасибо за внимание возможно какие то вопросы возникнут пишите в комментариях спасибо